В закрытых на карантин городах продолжается жизнь. Только теперь вместо пешеходов по опустевшим тротуарам разгуливают птицы. Вместо привычных крон деревьев или линий электропередач, в разгар дня птицы теперь гораздо чаще предпочитают клумбы и пешеходные дорожки. Там, где живу я, кажется, что с началом карантина птицы действительно стали петь громче. Правда, у ученых есть различные мнения на этот счет. Птицы являются серьезными индикаторами состояния экологии. Они очень чувствительны к изменениям в их среде обитания. Популяция растет, когда окружающая среда улучшается. Изменение поведения птиц замечают во многих странах, где введен карантин. Это особенно хорошо видно в густонаселенных городах. Эксперты уже прогнозируют увеличение популяции птиц в мегаполисах. Например, в некоторых городских районах, где птицы пытаются вить гнезда, их потомство обычно меньше, чем в сельской местности. Дело в том, что мимо гнезда регулярно проходят люди, и птица часто либо покидает гнездо, либо в силу разных причин не может высидеть яйца. Так что в ближайшее время количество мест гнездования птиц в густонаселенных районах, где сейчас гораздо меньше человеческой активности, резко увеличится. Положительное влияние карантина объясняется резким снижением антропогенного шума, которому птицы крайне чувствительны. Люди перестали летать на самолетах, автомобильные поездки сократились до минимума. Шум влияет на поведение птиц. Согласно исследованию, опубликованному в Великобритании, птицы, живущие вблизи аэропортов, поют меньше и стараются делать это в первой половине дня. Из-за того, что люди меньше путешествуют, воздух стал гораздо чище. Это уже видно на примере ряда областей Китая и США. Это хорошо для животных, это хорошо для растений. А меньшее число полетов благоприятно сказывается на птицах. Ранние ученые фиксировали обратную тенденцию. По данным New York Times, с 70-х годов прошлого века популяция птиц сократилась на 3 миллиарда особей, или почти на треть от общего числа. Исследования, проведенные на Западе США, показали, что, например, популяция королевской куропатки там сократилась на 98%. Рост числа автомобилей, авиаперелетов — все это отрицательно влияет на репродуктивность птиц. 432 из 4 тысяч видов птиц в США находятся на грани исчезновения. Однако надежды на то, что пандемия COVID-19 серьезно повлияет на популяцию птиц, орнитологи пока не возлагают. Одно поколение высяженных птенцов не сможет остановить вымирание вида. Карантин не будет длиться вечно. У людей короткая память, и как только все закончится, люди будут вести себя ровно так, как раньше. Так что влияние карантина на животный мир будет краткосрочным. Орнитологи также провели параллель между коронавирусом, источником которого, по некоторым данным, являлись летучие мыши, и нынешним восстановлением животного мира. Природа словно бы сказала людям — стоп, хватит! Люди увеличили вероятность развития пандемии вирусов, подобной той, что мы наблюдаем сейчас, вырубкой лесов, приведшей к крайне близкому контакту с летучими мышами и птицами. Эти животные являются переносчиками ряда вирусов в Китае, Южной Азии, Южной Америке и Африке. И сейчас риск передачи так называемых зоонетических заболеваний к человеку возрос. Окончательное влияние пандемии на птиц станет известно после ее окончания. Ученые, пользуясь уникальной возможностью, активизировали ряд проектов по изучению пернатых. Самый большой из них называется E-Bird, с помощью которого сотни тысяч людей по всему миру записывают в электронные дневники свои наблюдения о птицах. Через год ученые-орнитологи смогут более точно оценить поведение птиц в разгар карантина. Тем более, что с каждым днем замедление человеческой активности природа будет давать знать о себе все больше. Андрей Деркач, Алексей Горбачев, Сергей Дагатарь. Специально для программы «Детали». Редактор субтитров А.Семкин